МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня пятница, 4 июня. Смотрите в выпуске телеканала ОСА. Ачинцы сами открыли проезд по понтону. Машины в плавь. На алименты, которые Ачинские горе-родители задолжали детям, можно заасфальтировать 4 улицы. Необычное кафе появилось в Ачинске. Я считаю, что для любых торжественных мероприятий любой житель города Ачинска может обратиться к нам. Московский вагон после модернизации станет новым бизнесом трамп-парка. Ачинцы, похоже, сами открыли проезд по понтонному мосту. Это видео мы снимали около 10 утра. Накануне дорожники группы СТК до позднего вечера устанавливали понтон. Но движение по нему было запрещено. Обрывки сигнальных лент показывают, как Ачинцы относятся к запретам. На такой большой воде, говорит замглавного инженера группы СТК Евгений Хололеев, они никогда переправу не ставили. Паводковая ситуация в регионе очень сложная. В Красноярске введен режим готовности к ЧАЭС. Енисей затопил центральную набережную. В Березовском районе подтоплены 60 домов. Ранее режим ЧАЭС был объявлен в Ермаковском районе. Половодье в Красноярском крае рискует стать самым сильным за столетия. А в Ачинске комиссия к обеду приняла работу дорожников и открыла проезд по понтону. Мы не только ездим на съемки на велосипедах, но и снимаем на мобильные телефоны. Сегодня я в привокзальном районе, это район 18-й школы. К нам в Одноклассники неравнодушная. Жительница города прислала вот эту фотографию. Говорит, чтобы ОСА приехала, посмотрела. Потому что по этой лестнице, этим маршрутом добираются очень многие. И пожилые люди, и ребята, которые идут в детский сад, и в школу номер 18. Могу сказать, эту лестницу ремонтировали несколько лет назад. Вот лестницы на месте, а вот перил не хватает. Этот опасный участок до учебного учреждения знает каждый в привокзальном районе. Это и лестницы назвать сложно. С такого спуска, не дай бог, конечно, можно и кубарем до ворот прокатиться. Дорога к знаниям сквозь преграды. Звучит по-очински. Вот, можно наблюдать. Кстати, можно, вот вы все равно здесь ходите. Вот, достаточно опасный маршрут для детей. Почему? Это мы выбрали такой маршрут, честно говоря. Да, покороче немножко. Туда мы шли в обход, а сейчас уже идем здесь. Напомню, эта лестница не раз становилась героиней наших сюжетов. Из года в год с ней какие-то проблемы. Зимой не подсыпают, говорят люди. А летом страшно спускаться. Разбег шага на ней огромный. Сами ступени разной ширины. Так еще и перила куда-то исчезли. Когда исчезли? Ну, где-то вот в начале весны дети катались, ломали их, как бы совсем доломали их. Я и звонила в администрацию по этому поводу, но обещали сделать. Но когда это будет, не знаю. А вы посмотрите еще, какие ступеньки разные по высоте. Как бы я звонила, когда в администрацию сказали, что высота ступени не более 20 сантиметров. То есть в норме? В норме. Я сама лично замерила вот те ступеньки, там 30 сантиметров. Да, мы тоже замеряли. Ходить вообще невозможно. Лестницами в городе занимается фирма ИП Тимофеева. По словам представителя подрядчика, в их контракт не входит ремонт, только уборка. Мы сообщили об опасном участке в мэрию. Обещали посодействовать. Анна Ахметова, Телеканал ОСА. ТОРОТОРООily. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Барная стойка, приятный интерьер и музыка, а также Wi-Fi. Все, что нужно для торжества. Идею такого трамвая вынашивали достаточно долго, рассказывает руководитель трамвайного депо Дмитрий Назарчук. А преображали вагон всем коллективом. Знаете, вот общаемся с коллегами из других городов, ездим на конкурсы «Лучший водитель трамвая». Когда был в Казани, там немножко на старую тематику сделано, старый вагончик сделанный. Конечно, он тесноватый, не такой комфортный, не такой это. Но под эту тему я решил, в общем-то, кинул такое предложение коллегам. Говорю, давайте обдумаем, придумаем какой-то вариант. И, в общем-то, совместными усилиями с нашими коллегами, кто что, какую идею подсказывал, все воплощали в жизнь. Работали над трамваем желаний, так его назвали сами работники депо, всего месяц. И буквально накануне он вышел в свой первый рейс. А пассажирами этого необычного трамвая стали дети. Работники трампарка устроили им настоящий праздник в День защиты детей. Приготовили угощения и развлекательную программу. Ну вот, наелись, напились, теперь можно потанцевать и попеть песни. Бемет, а мне повезет, с тобой мне повезет, ты пчела, я пчеловод. Маленькие пассажиры просто в восторге от поездки в таком необычном трамвае. Настя, скажи вообще, какие впечатления от трамвая? Крутые. Ожидала такое? Нет. Удобно. Ну, и круто. Степан, скажи, пожалуйста, первый раз на трамвае катаешься вообще? Да. Да? Да. Вообще, в принципе, как ощущения от трамвая? Ну, как езда на автобусе. Очень хороший трамвай, очень весело. Приятно, мягко все. О, можно поесть вкусно. Хатают нас здесь. Можно породговаривать, новых друзей завести. Довольны трамваем желаний и сами работники трампарка. Очень положительно. У меня маленький ребенок, поэтому для нее и для всех маленьких детишек это очень замечательный вариант отдыха. Это не прихоть трамвайщиков, это новый способ заработка для предприятия. Ведь сегодня в обычном трамвае билет стоит всего 19 рублей. А расходов у трампарка много. Тут и электроэнергия, и зарплаты, налоги, запчасти и много чего еще. Вот и решили в депо ввести такую услугу. А что и горожанам радость, и предприятию прибыль. Я вот считаю, что для любых торжественных мероприятий любой житель города Ачинска может обратиться к нам, заказать этот трамвай и уже его использовать для проведения своих мероприятий. Отмечу, что это не единственная фишка от трампарка. Ранее по городу стал ходить экскурсионный трамвай. Такая прогулка по рельсам не только развлечение, но и способ узнать много интересного о трампарке и родном городе. И это еще не все. Хотите знать больше, следите за новостями осы. А если желаете попасть на экскурсию или заказать трамвай желаний, звоните по телефону на экране. Стоимость экскурсии 120 рублей с человека. А аренда трамвая желаний обойдется в 3000 за час. Мы любим трамвай! Николай Черемных, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Субтитры сделал DimaTorzok Промоины в центре засыпали. Напомню, накануне новости ОСА рассказывали, что на пересечении центральных улиц Кравченко и Зверево появились ямы. Одна перед пешеходным переходом на Зверево, другая в кармане на Кравченко. О ямах мы сообщили в мэрию и вчера получили ответ. Там пояснили, что провалы в асфальтовом покрытии образовались из-за подмыва грунта. Обильно таял снег и были сильные дожди. Подмыва дорожного полотна от инженерных сетей, по словам специалистов, нет. 2 июня дорожники отсыпали и уплотнили ямы. А если вы заметили оборванные провода, нависшее дерево, открытый люк или другие городские опасности, звоните по телефону 77050. Это единая диспетчерская служба. Нелегальные гаражи Ачинса смогут зарегистрировать за 10 тысяч рублей, сообщает Росреестр. Такая сумма складывается из подготовки техплана, объекта и кадастрового плана земельного участка. А после легализации имущества придется платить и налоги. Воспользоваться гаражной амнистией смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. Для того, чтобы зарегистрировать права на землю, необходимо обратиться в Росреестр или в МФЦ. Новогодние каникулы будут 10-дневными. Об этом сегодня объявил глава Минтруда. 31 декабря станет выходным, хотя оно и так выпадает на субботу. Плюс 9 дней января. Заранее анонсировали в ведомстве и майские длинные праздники. На 1 и 9 мая россиян ждет по 4 выходных. Ачинская ГИБДД объявляет конкурс кукол. Горожанам предлагается смастерить игрушечного инспектора ГАИ и придумать небольшую историю о нем. Конкурсный отбор пройдет по трем номинациям. Инспектор ГАИ из прошлого, современный инспектор ГИБДД, инспектор ГИБДД будущего. По какому адресу необходимо направлять оригиналы кукол, вы можете увидеть на экране. Работы принимаются до 25 июня. Аудионика Региональному оператору ООО «Экотранспорт» требуется прессировщик, сортировщик изделий, сырья и материалов. Обращаться по телефону 8-963-259-2646. Компания СИНТ представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. На контроле у Ачинских приставов несколько сотен должников по алиментам. Немало и женщин-алименщиц. Старший судебный пристав по Ачинску, Ачинскому и Большоулуйскому районам Анжела Вундер рассказала телеканалу ОСА о сложностях при взыскании алиментов, мерах воздействия и количестве должников. Порядка 860 должников у нас сейчас на данный момент обязаны к уплате алиментов. Из них 30%, я уже ранее говорила, это женщины. Хотелось бы, чтобы вот такой плачевной ситуации, как выплата алиментов, в принципе, была ее в принудительном порядке, чтобы не было. Да, бывают всякие моменты, конечно, случаются в семье всякое. Но пускай это будут нотариальные соглашения, заключенные мирным путем. Но, к сожалению, бывают разные моменты, поэтому есть мы. По словам Анжелы Вундер, всего на сегодня долгов по алиментам у жителей Ачинска и двух районов накопилось аж на 42 миллиона. Полную версию интервью со старшим судебным приставом смотрите сразу после выпуска новостей. На работу на великах день второй. Мы на драйве. Это я с утра читаю мантру для настроения, для этого марафона. Старт нашего двухколесного эксперимента начался накануне, в международный день велосипеда. Скажу, что наши корреспонденты должны ездить на работу целый месяц и с работы ни на авто, ни на такси, ни на общественном транспорте. Мы считаем экономию и достижения, а также синяки и ссадины. В нашем внутреннем чатике уже имеются пару интересных фотографий. Ну а вот как наше утро сегодня началось. Смотрим и наслаждаемся. Утро начинается не с кофе, а с велосипеда. Это Юля, самая младшая из Осят. Начинающий корреспондент. Любит ехать с ветерком на машине. Я тоже решила поучаствовать в нашем мини-марафоне. Время сейчас 9.20. Я выезжаю с улицы Мира, это возле Ленты. И посмотрю, за сколько я доеду до нашей студии. Ну и надеюсь, Аню по дороге встречу. Ну все, удачи мне. Ну что, с пол девятого. Наша Аня Ахметова исключительно ездит на такси. Частенько опаздывает на работу, говоря, что оно долго едет. Мы, конечно же, ей верим. Я выезжаю из 6-го микрорайона. Погодка сегодня шепчет. Целую ночь шли дожди. Но пути дорога сегодня мокрая и грязная, но это не останавливает. Думаю, что мои сегодня коллеги тоже не побоятся этой погодки и поедут на велосипеде. Считаем километры, за сколько доберемся. Так просто. Езда на велосипеде по Ачинским дорогам уже приключения. Куда ни глянь, кочки и ухабы. А еще бордюры слишком высокие. Если зазеваешься, добро пожаловать в травматологию. Встретила ребят на Кравченко-Зверево. Ждем Юлю. Люда где-то потерялась. Только как погодка сегодня. Скажи, в такую лучше ездить, да? Нам много. Ну, какая разница. Только грязно. Лишь бы не дождь. Да-да-да. Хотя и нам и дождь не страшен. Ждем опоздуна Юлю. Может, упала где-нибудь 20 раз. Задерживает расписание. Вообще. Сегодня все вместе маршрут выбрали по Кравченко. Все хорошо, но переходы от дороги на тротуар даются тяжело. Приходится вечно слезать с велосипеда. Ну что, лучше? Да. Твою-то. Коль, ну ты вообще супер. Всем помог. Бабульку через дорогу перевел. Какую? Не знаю. Я бабулях не трогал. Ладно, чем дальше, а то опаздываем на работу. Дело линул от Юльки очень сложно. Еще колеса спущены. У нее надо маленько... Коль, как тебе? Супер? Отлично. Надо подделать подшамальницу чуть-чуть. 25. Но главное, это ехать. Она почти. В полную степень. Юль! Ну что, случилось? Устала? Да. Не знаю пока, сколько мы все сэкономим таким способом, но ясно одно, адреналин зашкаливает. Особенно в горку по Красного Октября. А еще было смешно. Коля всю дорогу орал на нас, что плетемся, как кулитки. Но все же, как истинный джентльмен, ехал рядом, чтобы потом не вытаскивать нас из квета. Результат нашей тройки – около трех километров. В пути были больше получаса. Устали, зато довольны. Ну что, мы добрались. Время сколько? Вы все прокакали, я бы сказала. 9.03. Ой, знаешь, это бы тебя ждали по всем остановкам. Ну, главное, добрались. Юлька молодец. Так что, сегодня легче, чем вчера. Я ничего не понимаю. Идем. Еще целый миг теперь язык заболевается. Анна Ахметова, Николай Чуремных, Юлия Юхнович, Вильдан Калимулин. Телеканал ОСА. 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 Телеканал ОСА.